В репортаже BBC описывается, как оккупационный Китай использует оставшиеся в Восточном Туркестане семьи уйгуров, которые переехали за границу в качестве заложников. Исследователи говорят, что Китай оказывает давление на уйгуров, живущих за границей, чтобы они шпионили за правозащитниками, угрожая их семьям, оставшимся на родине. Уйгурские активисты рассказали BBC, что тактика запугивания разрывает общины на части. В Соединенном Королевстве доктор Тобин опросил 48 уйгуров из локальной общины в 400 человек. Две трети из них сообщили, что китайская полиция напрямую связывалась с ними и оказывала давление, чтобы они шпионили, воздерживались от пропаганды или прекращали общение со СМИ. С 2019 года установка в Восточном Туркестане технологии распознавания лиц в камерах видеонаблюдения, особенно в камерах производства Hikvision, подверглась резкой критике на международном уровне. Hikvision объявила, что прекратила использование таких технологий из-за давления. Но контрактные документы, недавно полученные исследовательским центром IPVM в Пенсильвании, показывают, что китайское правительство продолжает использовать такую технологию распознавания лиц против уйгуров. Производственная активность Китая в июле выросла с 49,3 до 49 пунктов, но осталась ниже пределов 50 пунктов, которые отделяют рост от сокращения. Производственная активность Китая упала в четвертый раз подряд в июле, хотя падение идет медленнее, чем в предыдущем месяце. Это усиливает потребность большой политической поддержки для стимулирования внутреннего спроса. Количество преступлений, совершенных китайскими гражданами в Непале, увеличивается. Данные свидетельствуют о тревожной тенденции в деятельности организованной преступности с участием китайцев. За последние четыре года в общей сложности 837 китайцев были депортированы из Непала за участие в различных незаконных действиях. По меньшей мере 44 человека погибли и 200 получили ранения в результате взрыва террориста-смертника во время митинга исламистской политической партии Джамиад и Улема и Ислам Фазиль в Пакистане. Местная полиция заявила, что нападение террориста-смертника было совершено недалеко от сцены, где сидели высшие руководители партии. Сообщалось, что за нападением может стоять действующая в Афганистане группировка ИГИЛ. Расследование продолжается. Редактор субтитров А.Семкин